Сегодня мы будем говорить о том, на чем вы спите. Это принципиальный вопрос, потому что от того, на какой матрас вы ложитесь каждую ночь, зависит очень много. И начать я хочу с картинки, которая должна быть главной в вашей голове, когда вы покупаете кровать с матрасом или покупаете диван-кровать, в котором тоже обязательно есть матрас. Итак, картинка эта показывает, каким должен быть матрас. Вот давайте посмотрим. Наверху матрас правильный. Почему он правильный? Потому что, видите, позвоночник. Позвоночник сохраняет параллельность плоскости пола. Это самое главное. Вот этот матрас неправильный. Позвоночник в этом случае изгибается и рано или поздно. Это приведет к тому, что у вас будут боли в шее, боли в пояснице, боли в тазобедренном суставах. Одним словом, будут боли. Вот здесь еще есть один опознавательный знак вверху. Вот такие вертикальные палочки. Вот эти вертикальные палочки мы нарисовали, чтобы намекнуть вам на то, что хороший матрас – это принципиально основа хорошего матраса – это раздельные пружины. Вот у меня тут есть такой маленький вариант раздельных пружин. Но чтобы вы поняли, зачем они нужны, ситуация очень простая. Видите, каждая пружинка существует отдельно, она не связана с другой. Поэтому, когда какая-то часть тела давит, например, сюда, вот здесь все пружины лежат и не сгибаются. Вот такие отдельно стоящие пружины дают возможность иметь 7 точек опоры человеческому телу на матрасе, а позвоночнику сохранить ровную-ровную структуру. Видите? Итак, когда вы покупаете, неважно что, просто матрас или диван-кровать с матрасом, первый вопрос, который вы задаете – какие пружины? Если пружины не отдельные, то не гонитесь даже за дешевизной. В конечном итоге этот матрас приведет к тому, что у вас возникнут боли и бессонница. А вот теперь про матрасы мы вообще уже много раз рассказывали, хотя, может, и стоит вернуться к этой теме. Но сегодня, так как я сейчас озабочена покупкой дивана-кровати, и надеюсь все-таки, что не будет карантинов, и надеюсь все-таки, что мои внуки ко мне приедут, и один будет спать на диване-кровати, а другой займет маленькую кроватку, такую еще для совсем малышей. В общем, короче, нужен диван-кровать, потому что кровати полноценные, с матрасами не разместить в детской комнате. Теперь принципы выбора дивана-кровати. Глобально вы должны тоже спросить про матрас. Каким должен быть матрас? Верхняя часть – это не пружины. Пружины всегда закрыты чем-то. Верхняя часть должна быть специальной пеной с памятью формы. Вот эта пена называется ортофом. Чем она хороша? Тем, что вы легли, и ваше тело аккуратно занимает то место, которое необходимо. Остальная часть тоже не проваливается. Середина всегда должна быть отдельно стоящими пружинами. А вот эта нижняя часть – это тоже особая часть, тоже с памятью формы, но она должна иметь определенную высоту. Теперь какую высоту? Теперь я перехожу к этому дивану. Значит, смотрите. Это диван-кровать. Называется он Хоган. Я его специально принесла, потому что это лучший диван на рынке. Значит, высота матраса должна быть большой. Считается, что минимум 16 сантиметров. Все матрасы имеют 10-12 сантиметров. Вот этот матрас имеет высоту 18 сантиметров. То есть это настоящий полноценный матрас. А дальше это абсолютно такой слоеный пирожок, как я вам рассказала. Вот он абсолютно в точности такой же. Ортофоум, отдельно стоящие пружины вот эти, которые называются нано-покет. И вот эта пена тоже с памятью формы, дающая матрасу высоту. Теперь, когда вы покупаете этот диван-кровать, вы, конечно, должны лечь. Никаких других способов выбора дивана не существует. Не надо его трогать, не надо на него давить. Вы должны лечь, прямо на всю длину развалиться и посмотреть. Вот я покупаю диван без внука, без своего, которому пять с половиной лет. Поэтому лежать буду я на диване. Хотя по-хорошему он должен лечь и сказать, что ему хорошо. А до этого он у нас спал на вот таком маленьком матрасике, тоже на диване кровати, на который, когда лег мой муж, он сказал, «Леночка, нам с тобой должно быть стыдно перед детьми и внуками». Вот теперь мы искупаем вину. Теперь, тот диван, который у нас, называется Хоган. Я хочу вам показать, как эти диваны тестируются, потому что они производятся компанией Оскона, а это фактически единственная или одна из немногих компаний в нашей стране, которые имеют мирового класса лаборатории, испытывающие вот эти диваны-кровати на прочность. И матрасы, и диваны. И вот сейчас вы увидите, как это происходит. Это действительно очень здорово. А я тем временем эту диван-кровать сложу, чтобы показать, что здесь еще есть интересного. Итак, вот то, что мы сейчас видим, это специальные деревянные конструкции, имитирующие попу человека, уж простите за прямоту. И вот эта конструкция деревянная садится на диван до 20 тысяч раз. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы ваш матрас и все вот эти подушки в эксплуатации не портились, не проминались, не прогибались. Поэтому вот это тестирование матрасов – это мировой класс производства. и матрасов, и диванов-кровати. И, конечно, покупать нужно только то, что именно так тестируется. Потому что именно эти вещи будут служить 5, 10, 20, 30 лет. А вот это просто такая интересная выдумка. Это по-английски называется реклайнер. Ой, товарищи, это когда вам все надоело, и вы хотите, может быть, внукам книжку почитать. Может, уснете, пока читать будете. Но вы вот так можете прилечь в такой абсолютно физиологичной позе и отдохнуть в диване Хога. Вот так. Вот что такое выбор дивана. И какой бы вы диван не покупали, вы должны ориентироваться на испытания, на гарантийные сроки службы, и вот на такой трехслойный пирожок. Вот что я вам хотела объяснить. Так что спите комфортно, без боли и хороших вам снов.